Всем доброго времени суток, а особенно подписчикам. Сегодня на обзоре у нас воблера с сайта Алиэкспресс. Это копия Z-Bates Ridge 70 от производителя Allblue. Как обычно покажу качество изготовления, проверим вес, размер и группой водой. Рассмотрим качество поближе. Начнем с такой полупрозрачной расцветки, чтобы оценить внутреннее устройство. Зеленый отвертый спина, логотип Allblue с такой нарисованной чешуей. Переход такой полупрозрачный с зелеными потеками. Allblue не просто прозрачная, с таким перламутровым отливом. Надеюсь, камера это передаст нормально. В этой расцветке выглядит вот так. Снизу у нас надпись 70 миллиметров 5,5 грамм тонущей. Петли не пролиты, но воду они не пьют. Крючки к пальцам липнут сразу. Колечки в замене не нуждаются. По внутреннему устройству. Воблер имеет магнитную систему дальнего заброса. Вот так, наверное, видно цилиндр, который помещается у нас по каналу. И в головной части Воблер имеет два шарика, но они практически жестко закреплены, немного шевелятся на своих местах, то есть не катаются хотя эти хаотически и много шума не создает. Вот так ведет себя Воблер. Практически тихий. Магнитная система отщелкивается только при очень сильно взмахе. Магнит держит хорошо. Как вам показать, чтобы видно было. И вот так возвращается обратно. Вон, довольно сильно машу. Магнит не отщелкивается. Даже не на каждой забросить. Наверное, нащелкивается будет только при резком. Рассмотрим вторую расцветку. Из моих расцветок, как обычно, больше. Черная спина, также логотип O-Blue. Переход через кислотно-зеленый в желтый. И в оранжевое брюхо. Камера немного засвечивает, но брюхо ярко-оранжевое. Та же самая надпись. С этой стороны раскраска точно такая же. Эта расцветка матовая. В этой расцветке, кстати, бетли пролиты. Если кому-то это важно. Но в прозрачной расцветке видно, что они в отдельных камерах. Поэтому за это можете не переживать. Та же самая фурнитура абсолютно. Ну и соответственно, по шуму тоже самое. Еле-еле заметно шевелит шары. И так же работает магнитная система. Так эта расцветка ведет себя в ультрафиолетном свете. Итак, посмотрим размер и проверим вес воблера. Заявлено у нас 5,5 грамм и 70 миллиметров. Размер болванки без петель порядка 70. Так и есть 71. И полностью вся приманка около 78 миллиметров. И проверим вес. 5,9. И в этой расцветке тоже довольно близко. 5,8 грамма. И теперь посмотрим, как он ведет себя под водой. И теперь посмотрим, как он ведет себя под водой. И теперь посмотрим, как он ведет себя под водой. И теперь посмотрим, как он ведет себя под водой. Продолжение следует... Итак, вобдеры, как и заявлены, тонущие. Игру на водномерной проводке и твичинге вы можете оценить сами, насколько это возможно в ванной. Заглубление у оригинала заявлено от 0,8 до 1,7 метра, но так как модель тонущая, думаю, многое будет зависеть от продолжительности пауз. По качеству изготовления, покраски и фурнитуре я вам также все показал. Цена на копья, как обычно, раз ниже, чем на оригиналы. А стоят они своих денег или нет, как всегда, каждый решит сам. Проверить актуальную цену вы можете по ссылкам внизу, в описании к этому видео. Если вы считаете обзор полезным, то поставьте лайк. Все вопросы и пожелания оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал. И всем не хвастанье чешуи. Субтитры сделал DimaTorzok